Помните о своих ошибках. Книга Второзакония, 9 глава, с 9 по 21 стих. Глава 12. На горе из среды огня в день собрания. Глава 12. И сказал мне Господь. Вижу я народ сей. Вот он народ жестоковыйный. Не удерживай меня, и я истреблю их, и изглажу имя их из-под небесной. А от тебя произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее их. Я обратился и пошел с горы. Гора же горела огнем. Две скрижали завета были в обеих руках моих. И видел я, что вы согрешили против Господа, Бога вашего. Сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И взял я обе скрижали, и бросил их из обеих рук своих, и разбил их пред глазами вашими. И повергшись пред Господом, молился я, как прежде, сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас, и послушал меня Господь и на сей раз. И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время. Грех же ваш, который вы сделали, тельца я взял, сожег его в огне, разбил его и всего истер до того, что он стал мелок, как прах, и я бросил прах сей в поток, текущий с горы. Размышления, часть 1. Золотой Телец. Книга Второзакония, 9 глава, с 9 по 16 сих. Моисей напоминает о трагических событиях, когда Израиль согрешил перед Богом. В тот самый момент, когда Господь заопечатлевал на скрижале закон для него, люди поклонялись тельцу, отлитому из золота. Это была постыдная страница в истории Божьего народа, о которой он, скорее всего, хотел бы забыть. Но именно о ней Моисей считает нужным напомнить. Иначе, израильтянам грозит опасность возгордиться и снова впасть в грех. Давайте радоваться тому, что Иисус совершил на кресте, но при этом не забывать о том, откуда Он нас забрал, чтобы нам никогда туда не возвращаться. Мы всегда будем нуждаться в Божьей благодати. Пусть эта истина живет в наших сердцах и направляет наши шаги. Применение Когда вы проявляли гордость перед Богом? Как воспоминания об этом могут помочь вам не совершить подобную ошибку в будущем? Размышления, часть 2 Стремление к благочестивому руководству Книга Второзакония, 9 глава, 17 по 21 стих Моисей вспоминает, как он ходатайствовал за народ и заступался за него перед Богом, моля простить Израилю грех отступничества. Он уничтожил ненавистного идола, простерся перед Господом и постился и молился 40 дней. Бог внял его смиренным молитвам и смилостивился. Моисею была отведена уникальная роль в Божьем плане, и на его примере мы видим важный принцип руководства. Этому миру нужны лидеры, готовые пасть ниц перед Богом и молить за свой народ. Эта задача в основном лежит на нас, на церкви. Давайте же молиться и искать Божьи воли ради тех, кто окружает нас. Бог, внявший мольбам Моисея, услышит и наши молитвы и принесет пробуждение в этот мир. Применение Как вы можете осуществлять благочестивое руководство и влиять на ваше окружение? Какие конкретные задачи ставит Бог перед вами? Молитва Бог Отец, Ты знаешь мои грехи и видишь мой позор. И все же Ты продолжаешь любить меня, ибо верен своему завету. Помоги мне радоваться Твоей милости и приносить Тебе хвалу и славу, которой Ты достоин. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok